МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Без места не оставят. Администрация Владивостока пришла на помощь родителям воспитанников и специалистам ведомственного детсада номер 90, который предприятие решило закрыть. Я прошу не забирать наш сад. Я не знаю, где взять 25-тысячный частный садик. Восьмой канал совместно с Русфондом продолжает проект «От сердца к сердцу». На данный момент ваша помощь нужна пятилетнему Артему Логвинову. Взялись уже больше двух лет было. Потому что тут у нас ничего не видели. Но все равно пока еще, видимо, ножка не остановилась. Он просто запинался, но бегал, в принципе, неплохо. Жители Владивостока познают гимнастику Цигун. Специальный проект уже два месяца собирает в парках и на стадионах, желающих омолодить свое тело. Этот проект уже приобрел настолько большую популярность, что им заинтересовались даже наши гости из Поднебесной. Также выпуски. Жители дома по улице Камская 1-Б много лет живут в условиях настоящего коммунального коллапса. И еще расскажем. Семь колючих акул-катранов пополнят экспозицию океанариума в Приморской столице. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Рабочая встреча президента России Владимира Путина и в Рио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко состоялась накануне в Кремле. Руководитель региона передал главе государства ряд предложений по решению социально значимых вопросов Приморья. Одно из них касается обеспечения жильем детей-сирот и предполагает получение жилищных сертификатов. Предложенные изменения в Кодекс торгового мореплавания, которые представил президенту глава Приморья, позволят сформировать портфель заказов для судоверфи «Звезда», а дополнительное финансирование из федерального бюджета на возобновление специальной программы льготного лизинга обновить автопарк городских автобусов по краю. Андрей Тарасенко также обратился с просьбой на законодательном уровне определить Приморский край приоритетным субъектом для дальнейших поставок свинины на экспорт в Китай, Японию и Южную Корею, так как интерес к продукции приморских сельхозпроизводителей со стороны азиатских государств значителен. Глава государства также одобрил предложение Приморья по обновлению подвижного состава на пригородных железнодорожных маршрутах и определению единого поставщика мазута для теплоснабжающих предприятий края. К другим темам. Разбитые подъезды, грибок на стенах, протекающая крыша, сырость в квартирах. Жители дома по улице Камская, 1Б много лет живут в условиях настоящего коммунального коллапса. В порядке у этого дома лишь фасад, но и только со стороны дороги. С обратной стороны у стен плачевный вид. Ремонта в подъездах жильцы не видели более 20 лет и вынуждены кое-как справляться с ситуацией с собственными силами. Они даже готовы самостоятельно отремонтировать крышу, но доступа к чердачным помещениям у жильцов нет. Входы перекрыты решетками. По словам людей, дом кишит мышами и крысами. Дератизацию здесь никто не проводит. В плачевном состоянии и детская площадка. Все снаряды старые, горка поломана более 10 лет, так же, как и качели, которые жильцы тоже чинили собственными силами. Зимой, рассказывают они, крыши и водосточные трубы обрастают огромными сосульками, сбивать которые им так же приходится самостоятельно. Лешние клетки. У нас, конечно, нужно делать ремонт лешней клетки. Сами понимаете, целое десятилетие ремонт лешней клеток не производился. Но у нас нет денег. Стоит отметить, что дом по улице Камская, 1Б – это старый жилой фонд. Здесь нет коммунальных услуг. Туалет во дворе, кухня общая. Из привычных современных удобств только отопление и вода. И та холодная, ведь горячая не предусмотрена. Дому более 100 лет. Его построили в 1904 году. И предназначался он изначально для военных. Здесь была казарма. Жилым он стал только в середине прошлого века. Старожилы отмечают и то, что расселять этот дом, как ветки и аварийный, собирались еще в конце 90-х. Но никаких документов, которые это подтверждают, у людей нет. Сегодня жильцы надеются, что на их просьбы, хоть как-то привести дом в порядок, отреагирует управляющая компания. Однако последняя, опять же со слов жителей дома, на данные просьбы не реагирует. К слову, обслуживанием дома занимается управляющая компания Первореченского района номер 12. С нашей съемочной группой руководство компании общаться категорически отказалось. В доме ничего не делается. На все вопросы к управляющей компании ответы даются такие, что... Ну, грубо говоря, никаких ответов. Посылаются на сайт. На сайте информации нету никакой, которая появляется намного позже. Ну, несогласие полное совсем. Корреспонденты Восьмого канала попытаются выяснить позицию управляющей компании и будут следить за развитием событий вокруг дома номер 1Б по улице Камской. Между тем, по одной из проблем, которые ранее освещал Восьмой канал, ситуация, похоже, близится к приемлемому разрешению. Речь идет о воспитанниках детского сада номер 90. Родители счастливых посетителей дошкольного учреждения в конце прошлого месяца были буквально ошарашены новостью о том, что детсад закрывается. И уже совсем скоро. Вот я прошу не забирать наш сад. Я не знаю, где взять 25 тысяч на частный садик. Я узнал о том, что садик закрывается в пятницу. У нас решается в городе много разных вопросов. И не закрыть один садик – это просто. Мы строим новые садики и закрываем старые. Зачем? Стоит отметить, что суть конфликта заключается в том, что детский сад принадлежит частному предприятию – Акционерному обществу электрорадиоавтоматика, сокращенно ЭРА. Чтобы отдать туда своих детей, родителям в свое время пришлось отказаться от муниципальных очередей. Однако в силу то ли общественного резонанса, то ли каких-либо других причин, ситуация резко изменилась. Уже сегодня в Управление образования администрации города приглашены родители, которые напишут необходимые заявления, и которым будут предоставлены места в свободных муниципальных детских садах. Педагогам также предложат работу в системе городского образования. В будущем будет рассмотрен вопрос о том, чтобы разместить на Бровьево-Амурского-4 муниципальный детский сад, отметили в администрации Приморской столицы. По словам специалистов мэрии, помещение этого ведомственного детского сада является муниципальным. За все годы, что здесь работало учреждение дошкольного образования, руководство завода ЭРА так и не заключило с мэрией договор аренды и фактически осуществляло свою деятельность на незаконных основаниях. Детский сад номер 90 по адресу улица Муравьева-Амурского-4 является частным коммерческим учреждением. Организация занимает помещение, которое является муниципальной собственностью, без правовых оснований. Кроме того, как показала проверка, учредитель детского дошкольного учреждения не имеет лицензии на данный вид деятельности. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ни разу не проводило там проверок на предмет соблюдения санитарных норм, сообщили в Управлении муниципальной собственности администрации города Владивостока. К слову, несмотря на то, что детсад работал на полулегальных условиях, плата с родителей собиралась регулярно. Так, за месяц пребывания в ведомственном саду родители платили 6 тысяч рублей. Плата за муниципальный садик составит 2 тысячи. Тревожный медицинский тренд, прогрессирующая тугоухость. Причем, если раньше потеря слуха считалась проблемой пожилых людей, то сейчас она стремительно молодеет. И на данный момент считается одной из самых распространенных форм инвалидности в мире. По статистике медиков, на тысячу детей сегодня один рождается с глухотой. Во Владивостоке вот уже более четверти века работает Центр реабилитации слуха. Здесь на учете стоят более 50 тысяч человек с различными патологиями тугоухости и глухоты. Как сохранить свой слух? С врачами-сурдологами пообщалась наша съемочная группа. Хорошая темпанограмма вовсе не означает отсутствие нарушений слуха. Это лишь один из методов, с помощью которого обследуют среднее ухо. Чтобы полностью исключить отсутствие патологии слуха, необходимо пройти полное обследование, которое может продлиться не один час. На тысячу детей рожденных рождается один-два ребенка с врожденным нарушением слуха. Еще один-два ребенка глухнут в течение первых двух лет жизни. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. Российская статистика также не радует. 15 миллионов взрослых и миллион детей имеют различные патологии, связанные со слухом. Нас пугают именно вот эти ранние нарушения слуха, понимаете, потому что когда ребенок не слышит с рождения, а у нас много таких патологий, врожденные патологии наследственные есть, мы, собственно говоря, теряем нормального действующего члена общества нашего, понимаете. Поэтому происходит инвалидизация. Причин, которые вызывают нарушения слуха как у детей, так и взрослых, множество. От врожденных патологий до осложнений после вирусных инфекций и механических травм. Не все причины ведут к глухоте. Большинство вполне излечимы. И терапия длится недолго. Но вот следить за состоянием слуха, особенно у детей, необходимо постоянно. Большинство этих детей – это вот как раз с аденоидами. Дети с аденоидами, у которых возникает осложнение на ухо за счет аденоидов. Это все наблюдается и лечится врачами. Если взять вот таких детей, потому что про эту статистику я говорила, это необратимое изменение высокой степени, какие-то требующие коррекции электроакустической. А если брать детей, у которых это все обратимо, ну это достаточно часто встречается. Люди с теми или иными нарушениями слуха неохотно идут на контакт с прессой. Афишировать недуг боятся в первую очередь из-за работодателей. Часто эта патология становится причиной отказа в приеме на работу. Хотя, как показывает мировой опыт, нарушение слуха – не повод отгораживаться от мира. Яркий пример – приморский спортсмен Виталий Аботин, семикратный чемпион Сурдолимпийских игр, многократный победитель чемпионатов России и мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов по слуху. Я общаюсь легко. Хотя для слабослышащего это, можно сказать, ну неправильно. Потому что я вырос в семье говорящего. У меня папа, мама, родители, сестра. Ну, свободно общаются, здоровые люди. И у меня и сестра тоже разговаривают спокойно. А когда прилетел на чемпионат России, все в основном говорят жестами. 3 марта весь мир будет отмечать Международный день слуха. По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. Поэтому, советуют врачи, внимательно прислушивайтесь к своим детям. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Его мы реализуем совместно с РУСФондом. Семь колючих акул-катранов пополнят экспозицию океанариума в Приморской столице. Жители и гостей Владивостока приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку, где свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Его мы реализуем совместно с РУСФондом. Семь колючих акул-катранов пополнят экспозицию океанариума в приморской столице. Жители и гостей Владивостока приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку, где свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Его мы реализуем совместно с РУСФондом. Зрители узнают о детях из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. У пятилетнего Артема Логвинова врожденная деформация обеих стоп. Диагноз мальчику поставили лишь в два года. А после прохождения лечения в одной из приморских больниц состояние ребенка ухудшилось. Выровнять стопы Артему взялись врачи одной из клиник в Ярославле. После прохождения лечения он сможет бегать и вести подвижный образ жизни, как и все дети. Однако операция не бесплатна и стоит денег. Подробности в материале Катерины Матвеевой. Ты хочешь быть полицейским? Угу. А почему полицейским? Потому что мне нравится синий цвет. Артем, как и все мальчишки, любит бегать, играть в машинки, пинать мяч и еще хочет стать настоящим полицейским. И не только потому, что его любимый цвет синий, но и потому, что хочет ловить преступников. А для этого ему нужно быть сильным и выносливым. Мечта Артема может осуществиться, но только после прохождения длительного лечения. Взялись уже больше двух лет было, потому что тут у нас ничего не видели. Ну, все равно, пока еще, видимо, ножка не остановилась, да? Он просто запинался, но бегал, в принципе, неплохо. Вот, поэтому проблем особо и не видели. Потом попали к другому врачу и нас отправили на Владивосток. А там сразу положили. Злости на врачей, которые не увидели у ребенка отклонений, у Нины Александровны уже нет. Хотя молодая мама сразу заметила, что у сына с ножками что-то не так. Ребенок никак не мог разогнуть стопу. Маша бросок по неврологам и ортопедам результата не дал. Врачи чесали затылки и успокаивали встревоженную мать. Врожденную двустороннюю косолапость второй степени Артему поставили лишь в два года. И даже после этого лечение нельзя было назвать успешным. Гипсовались мы в центре охраны материнства лежали. А догипсовывались уже здесь у нас, потому что повязок было несколько. Ну, потом нас отправили на массаж, когда закончили гипсование. А оказывается, нужна была операция. Ну, не операция, это небольшая как-то, ахилотомия. Вот, а нам и не сделали. То есть, да, массаж вообще рецидив вызвал. Бывает, дети дразнят мальчика. Он защищается, вязывается в потасовке. А потом идет к маме и спрашивает, почему он не такой, как все остальные дети. Тема может стоять только на внешней стороне стоп. Ему больно ходить и бегать. Поэтому играет он, по большей части сидя. 27 июля мальчику исполнится 6 лет. Через год в школу. Помочь ему могут ярославские врачи. Они предложили сделать операцию по переносу сухожилия большой берцовой мышцы на третью клиновидную кость. Приморья таких не делают. После прохождения вмешательства Артем может жить полноценной жизнью. Проблема в деньгах. Операция дорогостоящая, а у семьи на нее нет собственных средств. Мама Артема продавец, папа врач скорой помощи. Есть еще старшая дочь 16 лет. Время не ждет. Теме все труднее ходить. Чтобы помочь ребенку, необходимо собрать около 280 тысяч рублей. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда Артем сможет, наконец, сыграть с ребятами в футбол и стать полицейским. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съемок благодарим трампунт медицинского центра «САНОС». Я напоминаю, помочь приморским подопечным Русфонда можно несколькими способами. Вся подробная информация есть на сайте благотворительного фонда. А сделать это прямо сейчас возможно, отправив смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Количество отправленных смс с одного номера не ограничено. Главные новости Владивостока теперь в реальном времени в интернете. Восьмой канал запустил новый сайт, на страницах которого легко найти прямую трансляцию эфира, а также отдельные программы и выпуски новостей. К слову, есть там и наша традиционная рубрика «Афиша». Какие культурные, развлекательные и образовательные площадки Владивостока следует посетить на выходных, расскажет моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. И сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Фестиваль кофейной культуры «Кофе Восток» уже в третий раз пройдет во Владивостоке с 6 по 8 июля. Чемпионаты «Бориста», форум кофейной лекции, семинары и дегустации, кофейно-чайная выставка, маркеты, фудкорта, а также выставка «Кофе плюс искусство». Организаторы уверены, фестиваль поддерживает и развивает культуру потребления качественного кофе на Дальнем Востоке. Мероприятие пройдет в торговом доме «Большой Гум» и в старом дворике «Гума». Вход свободный. На казачью донскую комедию «Бабий бунт» приглашает театр молодежи. Сюжет прост. Казачки решили проучить своих мужей за женихов, за беспробудное пьянство и убеждение, что баба не человек. Что из этого получилось, смотрите в этой веселой музыкальной «Казачьей оперетти». Начало в 19.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. А в летнем кинотеатре в Покровском парке рядом с бывшей часовней, накануне Дня семьи, любви и верности, состоится показ художественного фильма «Семейное счастье». Начало в 20.40, вход свободный, предусмотрен горячий чай. Торжественное открытие персональной выставки фотографа Ивана Ефремова под названием «Дебют» состоится в Приморском краевом центре народной культуры. В экспозиции представлены избранные работы за последние три года. Начало в 17.00, вход свободный. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише. Гонка героев пройдет на полигоне «Горностай». Проект объединил сотни тысяч участников по всей стране. Для болельщиков организованы комфортная фан-зона и шоу-программа. Начало в 10.00, стоимость билетов от 300 до 1800 рублей. На первую на Дальнем Востоке выставку экзотических животных «Экзотический период» приглашает городской дворец детского творчества. Гости увидят как гигантские фермы с разными тропическими насекомыми, так и хищных птиц и лис. Выставка открывается в 10.00, вход свободный. Виск покрышек, много дыма и захватывающий парный дрифт. Второй этап открытого чемпионата Владивостока по дрифту DSL, в котором примут участие спортсмены со всего Приморья, пройдет на автодроме Змеинка. Начало квалификационных заездов в 12.00, парных в 14.00, вход свободный. Открытие скульптуры «Семь сопок Владивостока» состоится на спортивной набережной. Проект «Семь сопок» доказывает, мы сами создаем пространство вокруг себя и можем реализовывать свои идеи, самый важный ресурс – время и ценности. Открытие пройдет в формате вечеринки-презентации. Вход свободный. Презентация книги Максима Жука «Путь к замку» или «Курс лекции о Франце-Кавке» состоится в Центре современного искусства «Заря». Максим Жук – филолог, преподаватель литературы, организатор и лектор просветительского проекта «Культурная интервенция». Его книга посвящена творчеству Франца-Кавки в контексте культуры и литературы XX века. Это не академический труд, написанный сложным научным языком, и не поверхностная брошюра в жанре «Кавка» за пять минут. Средства на издание книги были собраны с помощью краудфандинга. Начало в 12.00, вход свободный. А Приморская филармония приглашает на праздничную эстрадную концертную программу «Ко дню рыбака». Начало в 18.00, стоимость билетов – 500 рублей. Научить умываться котенка трудное, надо признать, работенка. Огорченно поют в новом музыкальном спектакле «Шутки» строгий Коля, добрая Оля, верная собака, мудрая ворона и таинственный маг Амба-карамба, которые безуспешно пытаются научить его быть аккуратным. На спектакле «Как научить умываться котенка» по одноименной пьесе Маши Лукашкиной малышей приглашает театр «Кукол». Начало в 12.00, стоимость билетов – 270 рублей. Все, кто увлекается аниме и кто хочет научиться рисовать в стиле манго, на мастер-класс «Рисование в стиле аниме» приглашает «Фабрика Заря». Начало в 12.00, стоимость участия – 500 рублей, обязательно регистрация. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. 6 и 7 июля жители Владивостока, а также гостей Приморской столицы приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на Центральной площади, и свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей. На ярмарке можно будет приобрести ягоды, фрукты, овощи, рыбу, выпечку, мед, мясную, молочную продукцию и многое другое. В пятницу, 6 июля, ярмарка будет работать с 8 до 19 часов. В субботу, 7 июля, с 9 до 17. Тем временем жители Владивостока познают гимнастику Цигун. Специальный проект, организованный специалистами общественного движения «Долголетие», уже два месяца собирает в парках и на стадионах, желающих омолодить свое тело. Древняя китайская система упражнений пережила тысячелетия истории, и уже сегодня любой может проверить ее на деле. Подробности в нашем следующем сюжете. Связаться с космосом и омолодить свое тело – все это может каждый. Именно так считали даосские монахи, которые давным-давно основали известную практику Цигун. Эта система упражнений пережила тысячелетия истории, и теперь любой может проверить, работает ли этот комплекс китайской альтернативной медицины на деле. Во Владивостоке вот уже почти три месяца Цигун практикуют на открытых занятиях, которые организовывают специалисты общественного движения «Долголетие» при поддержке главы Владивостока Виталия Веркиенко. Первое занятие я переживала, что никто не придет, но пришло аж 40 человек, несмотря на то, что было холодно. 2 апреля достаточно было так, некомфортно. И это было счастье. И так, знаете, самое главное в жизни – это возвратная радость. Такого ощущения ни от чего больше не испытать. На таких тренировках действительно очень все по-доброму. Система специальных дыхательных и двигательных упражнений не напрягает участников. Напротив, позволяет максимально расслабиться и отбросить все плохие мысли. Узнав о таких мероприятиях, китайская сторона решила присоединиться к русским ученикам. Азиаты, как завсегдаты и тренировок, отмечают, что Цигун для них – это настоящая вакцина молодости. Приехала делегация из Китая, из города Цицикар. Это наш дружественный клуб, скажем так. У них тоже клуб пожилых людей, города Цицикар есть. И вот там такие активные пенсионеры. Приехало у нас 82 участника, и среди них 4 танцевальных коллектива. Во многих странах Цигун входит в различные программы омоложения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. В той же Азии секции по этой практике работают на улицах или в парках. Для старшего поколения это уже как национальная традиция. Приморцы же не отстают. За два месяца во Владивостоке прошло уже свыше 50 занятий. Мы стали совместно с организаторами расширять данный проект. И теперь уже занятия проходят на трех площадках города. Это стадион 56-й школы, на которой мы сейчас находимся. Это сквер ветеранов и аллея Дениса Давыдова на второй речке. Возможность заниматься гимнастикой Цигун в городе есть у всех, независимо от возраста, дохода и образа жизни. Занятия проходят на бесплатной основе, и какая-либо регистрация здесь не нужна. К тому же помочь в работе со своей энергией ЦИ смогут профессиональные тренеры. Максим Яковлев, Новости на Восьмом. Семь колючих акул – катранов, которых рыбаки поймали у берегов Приморья, пополнит экспозицию океанариума во Владивостоке. Стоит отметить, что это один из самых распространенных видов акул в мире. Максимально зарегистрированная длина – 160 сантиметров, возраст – 75 лет. Специалисты отмечают, что сейчас местные рыбаки часто встречают катранов. Однако выловить их, не повредив, крайне непросто. Акулам примерно от года до двух лет. Длина от 50 сантиметров до одного метра. Кстати, сейчас они находятся на карантине в научно-адаптационном корпусе океанариума. После этого акул поселят в аквариуме водорослевый лес, где уже живут три пойманных ранее катрана. К слову, это один из самых крупных аквариумов. Площадь его дна составляет 58 метров, а высота – около 7. Стоит также отметить, что этот вид акул не опасен для людей и никогда не нападает на человека. А колючими этих акул называют из-за острых шипов, которые находятся у спинных плавников. Тайфун Праперун вышел на южную часть Японского моря и смещается в сторону Сангарского пролива. Облачная шапка вихря прикрыла южную половину Приморского края. Как прогнозируют синоптики, с северными потоками на Приморье будет поступать прохладный воздух. И, несмотря на прояснение, даже в континентальных районах температура воздуха не поднимется выше плюс 26. В выходные дни погодные условия Приморского края будут формироваться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Обойдется без осадков. Гребень антициклона будет по-прежнему направлен с Охотского моря. В субботу северо-восточные потоки принесут в край относительно холодный воздух. В ночные часы будет свежо. Днем в континентальных районах теплая, но без изнуряющей жары погода. В воскресенье в нижней тропосфере произойдет смена воздушных потоков на южные. В Приморье станет поступать более теплый воздух. Температурный фон повысится на 1-3 градуса. Во Владивостоке в выходные без осадков, но и не жарко. Ночью плюс 10, плюс 13, днем плюс 14, плюс 17. В пригороде на 3-5 градусов теплее. Далее о спорте. Хоккейный клуб «Адмирал» начнет новый сезон выездным матчем против команды «Сочи». Приморские любители картинга продолжают соревноваться за краевой кубок. Предстоящая гонка героев проверит на прочность около 3000 человек. Но все подробности узнаем у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» представил календарь своих матчей в новом сезоне. Чемпионат КХЛ моряки начнут 3 сентября на выезде. К себе в гости будет ждать команда «Сочи». А вот первую домашнюю встречу приморцы проведут 17 сентября с финалистом последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА. Напомню, что именно с армейцами «Адмирал» сыграл свой первый официальный матч во Владивостоке в 2013 году. И одержал тогда историческую победу со счетом 4-2. Выиграли моряки на родном льду и в минувшем сезоне 3-1. Помимо этого стала известна и дата первого дальневосточного дерби нового сезона КХЛ. «Адмирал» и «Амур» сыграют 12 сентября в Хабаровске. Сейчас же приморский клуб готовится к сборам во Владивостоке, которые продлятся до 6 августа. Очередной этап чемпионата Приморья по картингу пройдет во Владивостоке. В гоночных соревнованиях на картодроме Приморского кольца примут участие более 50 пилотов со всего края. Свои навыки на миниатюрных болидах покажут мужчины, женщины и даже дети. Участники по традиции будут соревноваться в шести технических классах – «Микрократон», «Микропарила», «Мини», «Интерконтиненталь», «Ротакс Макс» и «Кейзет-2». Спортсменам нужно будет преодолевать извилистую трассу на максимальной скорости, чтобы заработать очки как в личный, так и в командный зачет. Напомню, краевые соревнования по картингу стартовали еще в начале мая. Чемпионат по регламенту состоит из пяти этапов. Последний из них состоится в сентябре здесь же, на Приморском кольце. Гонка героев пройдет во Владивостоке уже 7 июля. По словам организаторов, она состоится при любой погоде. Попробовать себя в череде испытаний, по предварительным данным, решатся около 3000 человек. Мероприятие уже несколько лет имеет необычный формат, который включает в себя реальные, но абсолютно безопасные военные имитации. По участникам соревнований будет вестись огонь холостыми выстрелами из автоматов, пулеметов и даже из орудий танков. При такой обстановке спортсменам предстоит преодолевать тяжелые выматывающие испытания с колючими проволоками, грязью, покрышками и прочим. В этом году гонка включает в себя сразу несколько форматов. Масс-старт, командный забег, а главное полноценный чемпионат, по итогам которого победители в разных категориях станут участниками финала игры на полигоне в Подмосковье. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Рабочая встреча президента России Владимира Путина и в Рио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко состоялась в Кремле. Жители дома по улице Камской 1Б много лет живут в условиях настоящего коммунального коллапса. Они надеются, что на их просьбы хоть как-то привести дом в порядок, отреагирует управляющая компания Первореченского района номер 12. Родители воспитанников детского сада номер 90 города Владивостока в конце прошлого месяца были буквально ошарашены новостью о том, что детсад закрывается и уже совсем скоро. Сейчас ситуация, похоже, близится к приемлемому разрешению. Администрация города откликнулась и предлагает пути решения. Жители и гостей Владивостока приглашают 6 и 7 июля на общегородскую продовольственную ярмарку, где свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей. Семь колючих акул-катранов, которых рыбаки поймали у берегов Приморья, пополнят экспозицию океанариума во Владивостоке. Жители Владивостока познают гимнастику цигун. Специальный проект уже два месяца забирают в парках и на стадионах, желающих омолодить свое тело. А на сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Погода пока не балует владивостокских школьников. Однако, наверное, каждый ученик согласится, что каникулы при любом прогнозе синоптиков – это прекрасная пора. А уж чем заняться, когда на улице пасмурно, туман или морось, зависит от фантазий каждого в отдельности. Кстати, обитатели Приморского сафари-парка тоже чувствуют себя, как и на каникулах. В это время они заводят себе самых разных друзей. Например, замечательно проводят время друг с другом детеныш-выдры и гималайский медвежонок. На летние забавы зверей смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!